Трезденский триптих Известен также под названием «Богородица с младенцем Архангелом Михаилом и Святой Екатериной» и «Алтарь Девы Марии». Небольшой навесной алтарный триптих работы Иоанна Ванейка. Триптих состоит из пяти отдельных панелей – центральной и двух двухсторонних крыльев. Работа подписана, художник сам датировал ее в 1437 году. В настоящее время входит состав постоянной экспозиции в Дрезденской галерее старых мастеров. Оригинальные рамы панели также дошли до наших дней. Этот триптих – единственный из сохранившихся триптихов, приписываемых Ванейку, и единственная непортретная работа, подписанная личным девизом художника «Так хорошо, как я могу». Обычно этот триптих используют для татировки других произведений художников, поскольку он был создан в середине его творческого пути. Сюжет и композиционные решения перекликаются с рядом мотивов более ранних работ Ванейка, иллюстрируя прогресс художника в обращении с глубиной пространственной композиции. По мнению историка Элизабет Ханенс, «Дрезденский триптих» является самой очаровательной, изящной и привлекательной работой из всех сохранившихся произведений Яна Ванейка. В закрытом состоянии на двух наружных сторонах крыльев триптиха становятся видны изображения Девы Марии и Архангела Гавриила, из евангельского события Благовещения. Фигуры написаны в технике гряза, и из-за их практически монохромной окраски у зрителя создается впечатление, что перед ним фигура из камня. Когда триптих закрыт, становятся видны внешние изображения на крыльях алтаря, иллюстрирующие сцены Благовещения с Архангелом Гавриилом и Девой Марией, выполненные в технике гряза. Фигуры являются имитацией скульптурных работ. Этого эффекта Ванейк достигает в том числе благодаря помещению святых на восьмиугольные пьедесталы. Фигуры освещены падающим слева светом, прием, который художник часто использовал для обозначения присутствия Бога. Голубь Святого Духа парит над головой Дева Марии. Тот факт, что голубь также нарисован в технике грязаль, но никак не прикреплен к пьедесталу и парит над головами святых, обращает внимание зрителя на то, что он смотрит и на скульптуру, а на ее живописную имитацию. Сцена на трех внутренних панелях триптиха запечатлена в церковных интерьерах. На центральной картине изображена Дева Мария, сидящая на троне с Иисусом Младенцем на руках. На левом крыле изображена фигура Архангела Михаила, правая рука которого лежит на плече, приглоненной перед Богородицей фигурой, портрета донатора. На правом крыле Иван Ик разместил фигуру, читающей Екатерины Александрийской. Границы между панелями обозначены двумя слоями бронзовой краски, с латинскими надписями, взятыми из разных источников. Так фразы на центральной раме Иван Ик подзаимствовал из библейских описаний «Вознесение Девы Марии», в то время как на внутренних крыльях выложены фрагменты молитв, посвященных святым Михаилу и Екатерине. Предположительно, триптих предназначался для личной молитвы и, скорее всего, использовался странствующим священником в качестве переносного алтаря. Несмотря на то, что данные о донаторе не сохранились, богато украшенные латинскими надписями рамы панелей свидетельствуют, что он был человеком высокообразованным и культурным. Вместе с рамами размер работы составляет 33 на 27,5 см. Миниатюрный размер указывает на то, что, скорее всего, триптих задумывался в качестве переносного алтаря. Представители высших слоев общества и аристократии приобретали подобные работы с папского разрешения, чтобы использовать во время путешествий или паломничества. Оригинальные рамы триптиха сохранились. Они служат одновременно украшением и защитой изображения от света и пыли во время путешествий и на месте. Внутренние панели обрамлены профилированным багетом и вставлены в рамы, в которых вырезаны позолоченные надписи. В верхних углах каждого из двух крыльев алтаря вырезан ряд гербов. Буквы и фразы на латинском языке служат двойной цели. Они используются как украшения, имитирующие поля средневековых рукописей, а также создают общий фон. Ван Эйк предполагал, что зритель будет воспринимать текст и изображение как единое целое. В своем исследовании ранненидерландских триптихов Лин Джейкобс приходит к заключению, что надписи использовались для развлечения и разделения между мирской и духовной сферами. На панелях изображали земные сцены, в то время как надписи на рамах служили напоминанием о небесном влиянии. Надписи подчеркивают двойственность между земной и небесной сферами, где святая Екатерина наводит на мысли об аскетическом благочестии, в то время как сама ее фигура изображена в роскошных одеждах и драгоценностях. На центральной панели вырезаны фрагменты из книги «Премудрости Соломова» и книги «Экклесиаста». Надписи на боковых панелях взяты из текстов, напрямую относящихся к двум святынь. На центральной панели изображены Богородица и Младенец Иисус, сидящие на троне в церковном нефе колонной базилики. Трон окружен с двух сторон колоннами, написанными разнообразными темно-красными, оранжевыми и серыми красками, цветовое решение, которое, согласно Питеру Хиту, придает ощущение воздушного безмолвия. Изображенная церковь относится к романскому архитектурному стилю с готическими элементами. Над головой Марии расположен балдахин, а небольшой неф едва вмещает ее. Вокруг изображены колоннаны с закругленными арками. Оттенки мраморных колонн варьируют от розового до красного и фиолетового. Каждая из капителей украшена искусно резьбой. На некоторых из них художник поместил изображение двенадцати апостолов под маленьким навесом. Сот базилики виден в проходах, но не в центральном днефе. Подразумевается, что некоторые из помещений скрыты от глаз зрителя. Скрыто пространство по сторонам от колоннады и за балконом позади трома. Также существуют невидимые зрителю выходы в коридоры, которые расположены в задних частях боковых панелей. Окна с восточной стороны правого крыла напоминают окна другой работы Ванейка. Мадонна канцлера Рулена. 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 Мадонна канцлера Рулена.